Через тернии к звездам – это как раз про них. Муки творчества, волнительные прямые эфиры, погони за эксклюзивом. Еще оперативнее, оригинальнее, лучше. Так они ежегодно идут к своей вершине – телевершине. Это же такой наш белорусский телевизионный Оскар, поэтому для меня самое главное – это нарядиться, конечно, надеть красивое платье. Все начинается, когда ты садишься и начинают объявлять номинации. Вот тогда, совершенно спокойно, и до этого у тебя начинается немножко сердце – раз, 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 раз. У нас много новых проектов прекрасных, у нас золотая коллекция, у нас прошел проект «Прекрасные две звезды». Нам есть чем гордиться, мы их номинируем. Никогда не было по этой стороне экрана, все время потом. Страшновато. В этом году было подано около 300 заявок, из которых компетентная жюри выбрала 25 лучших. В одних номинациях был выбор очевиден, был явный лидер, и более, так сказать, те, кто не дотягивает до уровня телевершины. А в некоторых номинациях выбор был сделан довольно сложно. Наше телевидение становится умнее и принципиальнее. Для меня это очевидно, и, по-моему, это важно, интересно и серьезно. Пятница, 13-я телевершина – сочетание непредсказуемое и щекотливое. Форс-мажоры случались, правда, даже те были прописаны в сценарии. Селезенщики шлютятся и верные. Это 13-я премия. Число такое. Все ждут, конечно, что-то должно произойти. Может быть, настолько глобальное, что мне дадут телевершину, не знаю. Хотя вряд ли, нет, наверное, на такое не пойдут. Организаторы это слишком будет. Слишком, да, круто. Слишком круто, чтобы быть неправдой. Антон помнил, что встал сегодня с той ноги. Но все же сомнения доливали. И зря. Звание лучших ведущих развлекательной программы в нашей копилке. Объявляю, да? Ранится студия Доброго настроя столичное телеборщине Александра Каштанова и Антон Мартыненко. Шутки шутками, но мы-то знаем, что потусторонние силы здесь ни при чем. И утренние пташки телеканала СТВ заслужили награду своим талантом, юмором и позитивом. Доброе утро! Желает вам телеканал СТВ. Вы проснулись, а значит вы уже герой. Вместе с вами проснулись тоже герои телеканала СТВ. Прям совсем буду говорить очень коротко, потому что невероятно дорогая парковка на Дворце Республики. Три рубля в час. Мы стояли за кулисами, я отчитывал не номинации, а минуты. Большое спасибо любимому телеканалу, нашим телезрителям и, конечно же, нашей дружной, веселой утренней команде. Спасибо! Правда, у кого же дома на полке будет стоять звездная статуэтка, ведущим пришлось разыграть прямо за сценой. Тринадцатая телевершина оказалась символичной и для ведущего ток-шоу «Что происходит» Егора Хрусталева. Свою первую награду за звание лучшего ведущего он получил 13 лет назад. И вот спустя годы он вновь вышел за заслуженной статуэткой. В этой великой счастье заниматься любимой справой на родине. Так само моему голодному глядашу, мою маме. Поглядите на меня, николе не сдавайтесь и заставайтесь верными своей прадцатью. Пожалуй, это и есть единый рецепт победы, который Егор вместе с творческой командой воплотил и нашел свою аудиторию. Добрый вечер, добро пожаловать на телеканал РТР «Говорусь» в эфире ток-шоу «Что происходит». Во-первых, мы отличаемся от других программ, мы выходим в прямом эфире. Во-вторых, все-таки у нас нету таких полемичных и очень острых спикеров, как, допустим, у наших коллег, там, скажем, на Западе, ну или на Востоке. Ну, мне кажется, я стараюсь внести такую свою собственную тональность, чтобы это была максимально более добрая, располагающая программа, которая была вместо и улыбки, и серьезного разговора. Еще одна награда телеканала СТВ, можно сказать, была выплакана ее участниками. Настолько эмоционально спелись мастера голубого экрана и мэтры эстрады в музыкальном шоу «Две звезды на СТВ». Песня очень хорошая есть. Две звезды, две светлых повести, звезурки, столичное телевашенье. Статуэтки нашли своих обладателей, только вот главную награду победители получили еще раньше, когда завоевали признание телезрителя. Алена Чернявская, специально для программы «Утро» в студии хорошего настроения.